Святая Бездна, во тьме ее взору открывается грядущая. Обновление 20.03.24, но об этом позже, также о золотых билетах Леи. Мы начнем, что у нас сейчас есть, да, давайте посмотрим. Изменяется для арены храма Зепара, можете видеть на экране, группа 1, 2, 3. И также добавляется 5 ивентов. В период проведения ивента в качестве мирового босса появляется сладкий тартамон. Дополнительно за него будет давать сундук, которым будут знаки поручения, кристаллы души, улучшенный кристалл души. Можно получить 1 предмет согласно вероятности. В период проведения ивента 2 раза в день, в 12.30 и 20.30, мы туда входим. Места входа 30, 50, 55, 60, 70, 78. Там волны монстров идут, в конце босс, тоже всякие плюшечки. 2 минуты проходятся, почему бы и не ходить до 27 марта. Писемка. Утром и вечером, в 9 утра и в 6 вечера приходит писемка с светалкой. И также писемки, магический пергамент и расходка. Переходим к самой игре. Вот такой бонус дали на 7 дней до 20 числа. Ежедневная награда реликвии энергии, зелье развития. Случайный предмет. Кристалл души, карты, агатиона, карта класса. Видим по дням ордена, кубок, кошачья банда и очень симпатичные карты. Улучшенный легендарный, 11 раз. Агатиона и класс. Пропуск. Добавили очень крутой пропуск. Все проходится на изи, я даже не напрягался, само все прошлось. Покупка предметов у бокалейщика, выполнить поручения со свитка, использование энергии, победить над боссами группового подземелья, взносы клана, награды за посещаемость, модификация остережения. Ну и там, агра, ну там не дают вот такие вкусные штучки. Салаткая леденцовая звезда. За которой можно создать разные предметы. Так как у меня есть вот эти два Агатиона, мармеладный червячок и сладкий мишка. Потому что в том году на Валентина они были. Не знаю, создавать их, не создавать. Как бы основой проходить и на других серверах запирать вот эти награды. И на твеночках там покупать кристаллы туши, карты. Вдруг фиол выпадет. Количество на сервер, на аккаунт. До 03.04. Можно делать так, видим 65 таких звездочек в день. Можно посчитать и посмотреть. 300 звездочек нужно на создание двух Агатионов, если у вас нет. 1000 очков пробуждения два раза можно скрафтить. Количество на сервер, на аккаунт. Это я по-любому бы брал. Перезашел на другой сервер, на альта, который скупает часики. Я вижу тут тоже можно скупать эти темпчики. Очень неплохо. На альтах, на других серверах скупать, то очень хорошо. Не знаю, не советовал бы сразу крафтить Агатиона. Вот это. Ну если у вас нет, конечно Агатиона можно скрафтить. Конечно вам Агатион красный даст больше. Давайте посмотрим на мармеланного червячка. Вот он у меня пробужденный. Бонус опыта. Урон от обычных атак, доп урон крит атака. И также он дает увеличение сопротивления умения. Его пробудить еще чуть-чуть дает павчиков. Ну если вы новичок, очень неплохой ивент. С пропуском. Покупаю пропуск в море. Виталки. Перед финальной наградой карты класса от улучшенной до героической. Тут свитки с виталкой. Разная расходочка. Опять Агатиончики. Часики в замок. Пойдет. Донат в магазин. Видите, три калмазика у меня есть уже. Вот, скупил вот такие вот камушки. Жду. Паки с книгами на скиллы. Хочу скрафтить скилл мудреца. Конечно, с теми ценами на книги, которые есть сейчас, то вы можете там купить грацию, красный скилл за 4К. Получается, я скупал красные камушки. Это где-то там 4 500. Получилось, в общем, я там и за 350 покупал, и за 200 покупал, там штук 5 камней. То в целом где-то там 4 500 вышло на камни. И 3К паки, чтобы хотя бы, ну, скрафтить скилл. Получается того 7 500 скилл грации. Но мы получаем плюс 2 пака. Да, Агачу на карты. Там Артина тоже очень неплохо. И надеюсь, что будет вот такая настойка очищения. Она мне поможет качаться тоже лучше. Влечения накопления энергии, бонус опыта. Тоже как бы очень неплохо, если будет. Кто знает, тот знает, что при помощи смены класса можно, к примеру, изучить скилл соответствующий. Там, да, от N1, от N2 скилла изучить. На любой класс, неважно какой. И поменять. Мистический щит, да, я хочу его поменять. Но у меня не на что менять его. Это герановский скилл. У меня герановские скиллы все изучены. Я могу поменять его там на восстановление заклинаний, замешательство. Какие скиллы? Скиллы там бурю, шквальный удар тоже можно таким образом приобрести. Давайте начнем с паков. Зареал. 1200 алмазов. И карты от улучшенной до легендарной. Чисто покупка алмазов и немножко гачи. Расходочки. Накопление энергии. Переходим вот такому сундучку. Если мы покупаем 4 вот таких сундучка, нам дают руну на выбор с точечками. В самом сундучке карты от улучшенной до легендарной. 8 штук по 11 раз. Сундучок с руной. Вот такая расходочка мне нравится, потому что мы выбираем ордена. Тайм. Благосовенная святая вода. Реликвия энергии. Также реликвия энергии можно перекрафчивать вот такие кубочки. Не задолбусь повторять. Реликвия энергия только донатная. Никакая другая. Подходит только донатная. Качает вам опыт. Да, левелы. Также он накидывает энергию энхасад. Перекрафчивать в благосовенную святую воду. Переходим к обычным пакам. Благосовенная святая вода. Чистый эликсир. Зелье пробуждения. 5000. Бонусная монета мастерства. Ордена. Знайки. Кристаллы. Улучшенный кристалл. Кристаллы души мастера 11 раз. Кристаллы агатена. Очищение. Высшего качества. 4 штуки по 11 раз. От улучшенной до легендарной. И 1 штучка 11 раз. От редки до легендарной. Можно еще создать вот такой свиток. Этот свиток используют, чтобы точить фиол пушки. Используется оружием плюс 9 и выше. При случае слома не ломает предмет. Его цена до сих пор очень хорошая. Если скрафтится шанс 20%. Но вам нужно 2 пака на 1 попытку трая. Также в определенное время книги наследника. Если вы не знаете что крафтить. У вас все книги наследника есть даже фиол. То вы можете просто покрафтить красные книги по 12. Добавить в коллекцию материал для алхимии. Тоже очень хорошо. На этой неделе у нас вот это я понимаю. Плюс 1. Он дороговасенько должен стоить. Снижение урона если на 3. Вот я не знаю что они не положат. Или я просто слепой. Там набедренники луны. Комплекты луны топ красного шмота. Защиты больше. Увеличение урона от умений. Сопротивление умениям. Тут 3 интеллекта. Но увеличение урона от умений намного круче. И защиты больше. Будет давать если вточить. Ну идем сопротивление умениям. Тут при модификации еще сопротивление умениям накидывает. Такое. Ну для кача урон от умений всегда приоритет. Также если мы скупаем все паки. 11 карт. По 11 раз на выбор. Ну и за 500 алмазов можно сундук с легендарной душой на выбор. В целом очень неплохо. Как всегда пишут что я пропустил. Потому что я себя знаю. Тем более сейчас. Когда я немножко приболел. У меня голова забита другой игрой. То я могу очень много чего пропускать. Переходим к обновлению. Что нас ждет 20 числа. Преображенный мифический класс. Элькардием. Плащ иллюзии. Скрывает присутствие когда персонаж приближается. И также не отображается на мини карте. Если за ним следят. Позволяет сопротивляться эффектам отмены цели. Мешает воскрешаться цели. Делань бездны. Увеличивает количество целей и урон. Пламя чистоты. Действует на членов группы. При получении урона. От двух и более противников. Снижает увеличение урона. И время действия аномального состояния. Класс. Доставайте кошелечки. Доньте. Давайте донатеры. Я в вас верю. Какого-то работягу стычки убьете. Будете радоваться. Новые локации вы надрилем. Побережье Оракула. Лес разложения. Цветное Нагорье. И новый босс. Балык, короче. Босс Балык. Босс Балак. Золотой Билет Леи. Давайте узнаем. Что это за Золотой Билет Леи? Зачем он нужен? Эффект перемета Золотой Билет Леи. Восстанавливает снаряжение. Оружие. Доспех. Украшение. Который вы сломали до 16 февраля. То, что вы сломали после 16 февраля. То, что вы сломали после. То, что вы сломали после. 16 февраля. Это не считается. Это уже идет на следующий билет Леи. Так. Теперь тут получается 2 декабря 23 года. Если с оружием, доспехом. Начиная со старта. То со 2 декабря 23 года. То бишь, если у меня не было ни одного трава. Получаются только красные. Смогу. И не попытать удачу на фиол. Но это мы посмотрим. Если у вас будет трай еще до 20 марта. То можно, короче, трайить. Так. Восстановление снаряжения. Оружие. Доспеха. Украшения. Также добавили платного снаряжения. Такого не было. Так. Давайте посмотрим. Позволяет восстановить оружие, которое исчезло из-за неудачи и попытки модификации. Снаряжение восстанавливается с помощью золотого билета Леи. В дальнейшем восстановление будет нельзя. То бишь, если вы сломали там какое-то оружие, да, фиол, красный, плюс 9, плюс 10, вы его можете восстановить. Но оно становится привязанным. И если вы еще раз его сломаете, оно не восстановится. Не восстановится. Позволяет восстановить платное снаряжение, которое исчезло из-за неудачи и попытки модификации. Но платное снаряжение можно все их довосстанавливать. Смотрите, а тут написано, может тут опечатка, вот с 21-го, 21-го, 20-я, 0-3-я. Потому что они любят писать много интересного. Золотой билет Леи Агатионы класса работает. Позволяет провести попытку синтеза Агатиона, наивысшего ранга из вашей истории синтеза. То бишь, если у вас был наивысший ранг синтеза. Что такое синтез, как вы играете? Синтез это вот синтез. Мы берем синтез. Найвысший ранг синтеза там редкий, там на героический. Если вы проводите синтез, вам может повести героическая карта. Вам дают еще один шанс провести синтез наивысший ваш. То бишь, если у меня был наивысший легендарный, то я проведу легендарный. Был мифический, то значит мифический. И наивысший ваш синтез. К примеру, в золотой билет Леи снаряжение, если вы там какой-то пояс точили на алхимию, вы можете его восстановить. Красный, если у вас нет фиол еще пояса, то и носить его просто. Кольцо, которое можно добавить в коллекцию и там его носить, если у вас нет. Ну, если вы только начали играть. Золотые билеты Леи по дням. О, Елы. Тоже очень крутое подземелье. Сверкающее развитие и решимость. Пользовать энергию. Накопление энергии и опыт повышен будет с 20 по 27. Это в следующем месяце. Нас будет ждать бою. Мифический ягоден Фафурион. И разлом клана Убежища Королевы. Не знаю, как вам обнова, но старичку вроде меня, который играет без доната в одно окно, ничего интересного. Это новичкам, да, и донатерам все. Новичкам интересно, которые начали играть и там поддонивают немножко и донатерам. А тем, кто играет без доната, я не знаю, что вы играете. Так, лайк, подписка. Обязательно. С тобой был твой друг Розе. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok